Доброе утро, ребята! Приветствую вас на торговой сессии среды. Неделька у нас оказалась гораздо интереснее, чем даже мы прогнозировали. К тому же еще не вечер. Основное событие для фундаментального рынка и в плане важных новостей еще впереди. Но обо всем по порядку. Давайте традиционно начнем с анализа российского рынка, рубля и поведения нефти. Текущие актуальные котировки традиционно, напомните мне, доллар-рубль. Какая отметка? В общем, около 50 рублей против доллара. При этом, если мы посмотрим на динамику черного золота последней торговой сессии, то сможем констатировать, что бренд у нас снова ушел ниже 65. Помните, что мы ставили косрочную цель возвращения к этому пробежу. Сейчас нефть еще больше просела. И в целом, возвращаясь к ключевым фундаментальным идеям, здесь стоит снова вспомнить основную идею, выступающую ключевым фактором коррекции для энергоресурсов. Это чрезмерное и избыточное предложение нефтяного актива на рынке. Это снижение темпов экономического роста мировой экономики, отсутствие прежнего спроса и, соответственно, отсутствие коррекции по предложению на рынке энергоресурсов. Кроме того, мы обозначили также, что как только цены на нефть оказались выше 65, это, по сути, вернуло на рынки еще и сланцевых производителей нефти из США. Поэтому еще один регион снова продолжил увеличивать выработку. И, соответственно, запасы нефти в США практически достигли рекордных и исторических максимумов. Сейчас мы видим то, что нефть корректируется. Может быть, трейдеры, которые как раз спекулируют этим активом, начинают все больше и больше готовиться к самому важному событию для энергетического рынка. Это предстоящее заседание ОПЕК, которое, как мы уже отмечали, интересно будет возможными сообщениями о том, что нефтяной картель увеличивает производство нефти. Если это произойдет, разумеется, ОПЕК явно уж точно отстоит свою долю на рынке, не пустит, скажем, других производителей, не создаст каких-то рисков для потенциальной прибыли именно своих производителей. И это, разумеется, способно привести к еще большей просадке нефтяного актива. В довершении этого еще хочу отметить следом комментарий от Goldman Sachs, который также детально анализирует ситуацию с нефтью и прогнозирует, что в ближайшее время можно делать ставку на возвращение бренда в район 55 долларов за баррель. Я думаю, что если, скажем, ОПЕК и именно заседание предстоящее, ожидаемое, пройдет в том ключе, который мы обозначили, у рынка энергоресурсов появится серьезный фактор, может быть, даже для еще большей разгрузки. Теперь параллельно смотрим на поведение российской валюты. В последнее время стало очевидно, что Центральный банк весьма беспокоен чрезмерным гиперукреплением рубля против основных конкурентов. И это стало актуально, как только котировки оказались ниже 50 рублей против доллара. Разумеется, Центральный банк не мог оставить ситуацию на самотек. Почему? Потому что крепкая российская валюта сейчас подрывает стабильность бюджетной конструкции и является причиной снижения бюджетных доходов от нефтяного ресурса. Поэтому в последние, скажем, полтора-два месяца мы неоднократно видели подтверждение того, что Центральный банк держит руку на пульсе и при необходимости готов, скажем, использовать тот инструментарий, который имеется в рамках, скажем, мандата российского мегарегулятора. И этот инструментарий сейчас, как вы прекрасно знаете и видите по сообщениям средствах массовой информации, задействуется. Все началось с повышения процентной ставки, увеличения стоимости фондирования, операции валютного репо. Центральный банк трижды поднимал процентную ставку. И главная цель – это оказать давление на тех спекулянтов, которые использовали операцию керри-трейда. То есть покупали, соответственно, доллары, продавали американскую валюту на вырученные рубли. Разумеется, формировался пул инвестиционный, который вкладывался уже в российские облигации, то есть активы, номинированные в рублях, и, соответственно, этот приток приводил к укреплению российской валюты. Сейчас эта война с спекулянтами, предпочитающими операции керри-трейда, продолжается. Но поскольку последняя динамика указала на то, что нужно задействовать какие-то еще дополнительные инструменты, учитывая то, что рубль как, в принципе, держался рядом с 50, так и продолжает находиться рядом с этой отметкой, Центральный банк выступил с другой инициативой, сообщив о том, что они будут увеличивать покупки валюты. На какую сумму, ребят? Каждый день. 100-200 миллионов долларов. На самом деле причина, которая объясняет такое поведение Центрального банка, это якобы пополнение золота валютных резервов. Я хочу сказать, что объективная причина, она несколько иного формата. Центральный банк совершенно очевидно проводит валютные интервенции для того, чтобы спровоцировать спрос на доллар и тем самым ослабить российскую валюту. Почему эта логика является более определяющей? Наверное, достаточно просто посмотреть на такой математический пример, либо на объективную статистику. Если Центральный банк сейчас поднимает вопросы о пополнении золота валютных резервов, давайте вспомним, сколько российский мега-регулятор в плане расходования золота валютных резервов потерял на поддержание курса в 2014 году. Минус ЗВРов сколько в 2014 году? 100 миллиардов, 150, больше? Около 150 миллиардов долларов. У нас были очень неплохие показатели по золотовалютным резервам, но для поддержания стабильности вы знаете, что через интервентные операции было израсходовано очень много. В целом сейчас, если 200 миллионов в день получается, давайте посчитаем, сколько это будет в месяц. В месяц это около 4 миллиардов, соответственно, в квартал 12 миллиардов. И для того, чтобы отбить прежние потери, российскому мега-регулятору понадобится около 4-5 лет. Можно сказать, что так дела не делаются. Это одна версия, которая указывает на то, что истинная причина покупки сейчас валюты отнюдь не пополнение золота валютных резервов. Ну и вторая причина, все-таки объективная оценка и проведение таких легких локальных параллелей, указывающих на то, что текущие операции по покупке, они как раз направлены на то, чтобы немножко охладить вот этот бычий импульс рубля. Поэтому сейчас российский центральный банк прощупывает почву. Он прекрасно понимает, что если сейчас перегнуть палку с объемами, может быть спровоцирован не легкий толчок для ослабления российской валюты, а новый девуляционный вектор, который также не нужен российской экономике. Поэтому 200 миллионов, я думаю, что эти объемы по ежедневной покупке валюты сохранятся. Но если рубль все равно будет оказывать прессинг на своих основных конкурентов, если будет сопротивляться, думаю, что объемы вот этого интервентного вмешательства могут быть легко увеличены. 250-300 миллионов, почему бы даже и не больше. В любом случае из этого нужно сделать простой вывод, что центральный банк не допустит чрезмерного укрепления российской валюты. И если рубль продолжит агрессивно, скажем, отбирать пункты у евро, у американца, окажется в районе 48-47, думаю, что вмешательство центрального банка будет более определяющим. Плюс ко всему мы уже с вами обозначили факт, констатировали факт снижения цен на энергоресурсы. Здесь также нужно придерживаться прошлой логики привычной, что снижение цен на нефтяной актив должно оказывать соответствующее влияние на поведение и рубля. Пока сейчас есть легкая рассинхронизация, но я думаю, что спустя какое-то время все вернется в привычные русла. И, соответственно, ослабление цен на нефть обязательно продолжит оказывать давление на рубль. Сейчас можно обозначить текущие актуальные уровни как еще одну подаренную рынком возможность для того, чтобы, скажем, закупить доллар по более комфортным ценам, поскольку, учитывая те ожидания по ОПЕК и вообще по будущему нефтяного рынка и, соответственно, по возможным действиям центрального банка, пара доллар-рубль реально еще сохраняет возможности, по-прежнему сохраняет возможности вернуться как минимум в район 55. Еще хочу отметить, что уже совсем скоро, относительно скоро, 15 июня состоится очередное заседание от Центрального банка России. И, как вы думаете, какой вопрос будет обсуждаться в очередной раз? Снижение процентной ставки, текущая ставка рефинансирования на каком уровне? 12,5. Поскольку после прошлого снижения никаких рисков для инфляции не было создано, я думаю, что в этот раз Центральный банк может проявить даже еще большую решительность и сообщить о коррекции. Ставки рефинансирования может быть даже вплоть до 10%. Поэтому в перспективе ожидаемо еще один фактор давления на российский актив. Теперь идем дальше. Евро-доллар. Открываем графики, смотрим. Текущая актуальная котировка, ребят, поскольку сейчас курс очень быстро меняется. 1,1083. 1,1083. Если посмотреть на локальный максимум, который был обозначен у нас в районе 1,14 с небольшим, евро-доллар просел уже больше, чем на три фигуры. И основные потери европейская валюта понесла буквально последние три торговых сессий. Еще раз напоминаю, еще не вечер. Поэтому вполне возможно, что евро-доллар сможет вернуться в район 1,10. Давайте теперь посмотрим на те ключевые фундаментальные факторы, которые оказывают разгрузочный эффект для позиции главного валютного риска. Мы очень много уделяли внимания долговому рынку, облигационному рынку, анализировали ситуацию с немецкими облигациями, сравнивали с американскими трежерисами и пришли к выводу о том, что вот эта беспрецедентная динамика выступает сейчас определяющим фактором. Последняя ситуация на американском долговом рынке указывает на то, что сейчас американские многолетки растут гораздо более динамично. В частности, на прошлой неделе был достигнут 6-месячный максимум. И, разумеется, трейдеры на этом фоне, видя, что американские трежерис растут быстрее, чем европейские, делают ставку на те активы, которые номинированы в долларах. Это является причиной притока средств именно в американские активы, в американскую валюту, находит свое отражение на росте доллара и на соответствующей разгрузке рисковых инструментов. Что касается вчерашней торговой сессии, совершенно очевидно, что на рынке появились дополнительные фундаментальные факторы, оказывающие, может быть, еще большее влияние на позиции, прежде всего нас интересует европейская валюта. И в качестве этих факторов я хочу отметить вам комментарии. В общем, оба высказались касательно перспектив текущей программы количественного смягчения. И начнем с Нуае. Она отметила, что программа количественного смягчения, которая была запущена, вы знаете, в марте 2015 года, в рамках валютного блока, составляет сейчас 60 миллиардов евро в месяц и будет продолжаться до сентября 2016 года. Но при необходимости эта программа может быть расширена. Конечно же, эти комментарии, поскольку были сделаны со стороны непосредственно голосующих членов Европейского центрального банка, оказали сразу же резкое давление на позиции евро. После этого, уже в ходе выступления Бенуа Кире, рынок получил и конкретику. Программа количественного смягчения может быть расширена уже в следующем месяце. Что касается процентной ставки по депозитам, кто помнит на каком уровне ставка по депозитам в ЕЦБ? Это швейцарский банк. Минус или плюс? Минус 0,20%. И ожидается, что уже в самое ближайшее время Европейский центральный банк может снова понизить процентную ставку еще больше. Ну и, ребята, вопрос прежний. Я уже его задавал, очень надеюсь, что вы помните на него ответ. Почему же в рамках Европейского центрального банка, в рамках валютного блока отрицательная ставка по депозитам? Кто ответит, сразу пятерку поставлю. Чтобы банки не тратить деньги на цифровую банку. Ну, молодцы. Я надеюсь, что это понятно всем. Разумеется, это ключевая причина, поскольку Европейский центральный банк некоторое время назад столкнулся с серьезными проблемами в связи с этим. Помните, когда раздал почти 1 триллион евро. Но, к сожалению, эти деньги пошли не на поддержание экономики, а были возвращены на корс счета в Европейском центральном банке. Уже не совершают такую ошибку снова. Это правильно. Сейчас для того, чтобы, скажем, еще больше повлиять на текущую экономическую ситуацию, создать больше стимулов для темпов экономического роста, поднимаются вопросы даже о еще более агрессивном смягчении монетарной политики. Это следующий фактор и комментарий. Это, ребята, 100% самый очевидный фактор вчерашней разгрузки главного валютного риска. При этом есть еще дополнительный негатив уже фундаментального макроэкономического происхождения. Поскольку вчера были опубликованы еще несколько довольно-таки важных отчетов. Это индекс экономических ожиданий ЗЮ по Германии. Здесь констатируем не просто снижение показателя. Здесь можно освидетельствовать уже 5-месячный минимум. Поэтому экономика Германии, являющаяся по совместительству еще и движком валютного блока, явно затухает. И явная проблема еще одного. И, скажем, фактор, который обязательно не нужно списывать со счетов, фактор, о котором ни в коем случае нельзя забывать, это греческий вопрос. Когда следующий транш перед МВФ? Когда? Ну, в начале июня. В общем, уже совсем скоро. Две недели, даже уже меньше двух недель. И Греция должна будет погасить перед Международным валютным фондом очередной платеж, очередную транзакцию на сумму в 1,6 миллиарда евро. Уже также детально анализировали эту ситуацию, пришли к выводу, объективному выводу, что денег у Греции сейчас нет. Напротив, даже большинство стран еврозоны призывают Грецию о необходимости проведения референдума по вопросу голосования членства внутри валютного блока. Референдума нет, пакета реформ нет. И, соответственно, вообще нет надежды на то, что Греция сможет исполнить свое обязательство. И если действительно вот этот самый негативный сценарий будет реализован, если в момент исполнения обязательства окажется так, что Греция не перечислила деньги, значит, это основание, прецедент для технического дефолта. Соответственно, как только Греция объявит технический дефолт, сразу же автоматом будут перекрыты каналы экстренного финансирования, пройдет череда банкротства и закрытия повального кредитных учреждений в Греции, будут введены контроли на движение средств и капиталов. В общем, это такой экономический микроколлапс, который станет причиной просто выпадения Греции состава валютного блока. Негативные последствия, ребят, оценивать очень трудно. Почему? Потому что не было еще такого прецедента. Считалось раньше, что валютный блок и вообще зона евро – это непоколебимая такая экономическая система. Если в нее вступаешь, значит, уже все это необратимый процесс. Сейчас все больше рисков того, что этот процесс может быть даже обратим, и мы, по сути, в ближайшее время можем стать свидетелями, что на наших глазах будет лишиться история. Разумеется, ситуацию с Грецией никак нельзя воспринимать в формате позитива. Это еще один негативный фактор для европейской валюты. И чем ближе вот эта дата платежа, чем больше подтверждений того, что оснований для того, что это обязательство будет исполнено, соответственно, тем больше потенциальное давление на евро. Наша ближайшая цель, учитывая такую коррекцию, которую мы наблюдаем в последние несколько дней, это уровень 1.10. До него остается еще совсем чуть-чуть. Сколько пунктов, ребят, с учетом текущей котировки? 80 пунктов. Думаю, что к концу дня вполне возможно увидим и этот рубеж. Еще пару слов хотел сказать про британскую валюту. В принципе, если корректируется евро, евро у нас формирует общий интерес к риску, можно сказать, что такая же логика характерна и для других рисковых инструментов. Но по британцу есть еще интересный макроэкономический фон. Вчера были опубликованы данные по инфляции, а инфляция, как вы знаете, для Банк Англии и для английской экономики является чуть ли не определяющим фактором для потенциально возможного ужесточения монетарной политики, показала, ребята, что инфляция снизилась до минус 0,1% в годовом эквиваленте. Поэтому разрешите представить вам дефляцию в Англии, которую они надеялись избежать, но, к сожалению, не удалось. Поэтому ключевая ставка ожидания разгона индекса потребительских цен до 2% это сейчас неизбыточная мечта, уходит на, наверное, конец 2017 года. Что касается повышения процентной ставки, тут, мне кажется, об этом стоит уже и забыть. Соответственно, текущие котировки фунта, как я уже говорил, даже выше 55, 1,55, нужно воспринимать как факт серьезнейшей перекупленности этой валюты и искать ажиотажные возможности для продажи против американского конкурента. Фунт свалился уже с максимума также на 300-400 пунктов. Я думаю, что это только начало. Тем более, что позиция многих инвестиционных банков указывала на то, что трейдеры поторопились с уходом от риска. По фунту также делаем ставку на коррекцию. Еще одну пару, которую мы также обозначали как хорошая инвестиционная идея, это USDCAD. Посмотрите на актуальные котировки. Мы советовали, рекомендовали покупать этот актив с уровня 1,20. Даже помню, у нас был вопрос от наших трейдеров касательно перспектив этого валютного актива, точнее, тандема. USDCAD, ребята, актуальная котировка. Получается, что с того уровня, когда мы дали рекомендацию, пара уже прибавила 200 пунктов. И если трейдер еще находится в расположении этой длинной сделки, это очень хороший профит, который позволяет уже поставить стоп-лосс на уровень безубытка и ждать еще большего роста. И что касается пары доллара и японская иена, так плавно мы подошли к самому важному отчету сегодняшнего дня. Напомню, что традиционно вечером у нас протоколы последнего заседания американского мегарегулятора Федерального комитета по открытым операциям на финансовых рынках. Сейчас, собственно, как и недели ранее, двумя недели ранее, трейдеры делятся на две категории. Те, кто уже полностью списали американскую экономику с оптимистичных взглядов и, скажем, ожиданий по темпам экономического восстановления. И те трейдеры, которые все-таки стараются находить и ищут свидетельства, хорошие статистики и, соответственно, пытаются спровоцировать их на то, что решение по повышению процентной ставки может уйти не на совсем уже далекую перспективу. Последняя статистика, что уж греха таить, действительно была удручающая, поэтому, наверное, самый предсказуемый трейдинг на сегодня – это продажи американской валюты, поскольку на фоне такой статистики надеяться на то, что ФРС может обозначить более ранние сроки повышения ставки, не стоит. И, соответственно, если будут сделаны ставки на продажу американской валюты, то для рисковых инструментов, даже несмотря на текущие просадки, которые показывают они, это фактор потенциального роста. Но я предлагаю вам другую идею сейчас, не идти на поводу у всеобщих заблуждений. Думаю, что последняя динамика явно указывает на то, что есть еще объективные причины не списывать американца со счетов. За последние несколько дней пара USD и Йена снова вернулась выше 120, и практически, может быть, даже 121 уже есть, да, ребят, USD и Йена? На каком уровне? Почти 121. То есть наша цель 122 сохраняется. Доллар сейчас явно пользуется поддержкой, и, быть может, если сегодня рынок пойдет по пути наименьшего сопротивления, соответственно, протоколы могут быть интерпретированы как возможность для роста доллара, движения пары к нашей цели и еще большего давления для рисковых инструментов. Поэтому, собственно, это наши основные цели. Ясно? Вопросы, ребят? Поскольку вопросов нет, большое спасибо за внимание. Соответственно, ждем дополнительных комментариев на нашем официальном канале АМаркетс. Подписывайтесь и оставляйте их под видео окном. Всего доброго. До свидания.